Приветствую дорогие друзья! Удивительно, но женские трусики по историческим меркам гораздо моложе бюстгалтеров. До появления панталонов дамы носили несколько нижних юбок, да и штаны панталонов шили между собой лишь в 19 веке. Однако многие женщины считали новую моду неприличной и продолжали носить белье без швов. В начале 20 века были популярны свободные модели трусиков, из шерсти, льна или хлопка. Они были похожи на юбку, защепленную между ног. К 1920 годам у элегантной женщины уже был небольшой выбор. Свободные, немного расклешенные панталоны-мотыльки или прямая комбинация с застежкой снизу. В 1930-х в моду входят подчеркнутые женственные формы. Под облегающие платья широкие трусы не наденешь. Технически изготовить женские трусики, соответствующие новой моде, не составляло труда. Уже выпускались хорошие трусы для мужчин из трикотажного материала. Носить белье, как у мужчин, все еще могло показаться странным, но желание красивого силуэта было сильнее. Женщины сделали выбор в пользу комфорта и красоты. Ну что мне делать? Я не резала ее эти трусы. Ее мужские трусы. Стоп, стоп, стоп. Ее мужские трусы. Она что носит? Мужские трусы? Кстати, как вас зовут? Послевоенные 1950-е годы женская фигура, песочные часы, становится особенно популярной. Дамы активно используют корсеты, которые состоят из двух частей. Бра и пояса с завышенной талией. Даже для пляжного отдыха можно было приобрести купальный корсет. На смену свободным трусикам, шортикам приходят трусики с завышенной талией и эластичной резинкой вокруг ног. Ведь в моде облегающая юбка-карандаш, которая подчеркивает изгибы. Конусообразная форма бюстгальтера продолжает быть актуальной. Благодаря активному использованию нейлона и хлопка, белье становится более красочным, комфортным и интересным по дизайну. А потом пошло-поехало. Слипы, стринги, танго. Недавно появились кюлоты и хипстеры. Это на минуточку модели трусов, если что. Не уверен, что даже девушки разбираются, какие есть какие. А уж мужчины и подавно. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им с друзьями в социальных сетях. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые публикации. Все, пока.